Депутат Госдумы 8-го созыва Роман Терешков выступил перед жителями 121-го избирательного округа. В него входят городской округ Люберцы, Бронницы, Раменская, Котельники, Держинский и Жуковский. Парламентарий отчитался об исполнении наказа в составе народной программы «Единой России». Подробности в сюжете Луиза и Геозарян. Во время выборной кампании 2021 года в адрес Московского областного отделения «Единая Россия» поступило около 800 тысяч инициатив от жителей. Все наказы поделили на три основных блока. Во-первых, очередные, региональные и муниципальные. Что касается 121-го избирательного округа, куда входят Люберцы, то 40% наказов было выполнено еще в прошлом году. В рамках народной программы нас просили произвести реконструкцию стадиона «Электрон». Действительно, стадион пользуется большим спросом, играла команда заводская. Молодые люди, уже находящиеся на пенсии, часто приходят и пользуются этим стадионом. Сейчас он получил искусственное покрытие, современное освещение, трибуны. Мы восстановили беговые дорожки. И сейчас он является также центром притяжения для любителей заниматься спортом. В этом году работа по исполнению наказов продолжится. В ближайшее время начнется реновация стадиона «Торпеда». Это станет первым этапом обновления центральной части города Люберцы. Все, что связано с тем, что вокруг этого «Торпеда» надо решать, это и стадион, и фок. Мы в принципе видим развитие какого-то ледового, ледовой арены, дворца. Ну, хотя бы лед и хотя бы 300-500 трибун – это уже будет большое счастье. В Люберцах этого нет. В конце встречи Роман Терешков вручил ряд благодарственных писем. Среди тех, кого наградил депутат Государственной думы, генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Коллектив Люберецкого районного телевидения отметили за вклад в формирование информационной политики.